Продолжение следует... Каждую неделю мы вещали вам о том, насколько важно знать правила дорожного движения. Мы радовались достижениям сотрудников Министерства внутренних дел, сотрудничали напрямую с ГАИ, с ГИБДД и выстраивали с ними диалог прямо в студии, где подчеркивали для себя все самое главное. Мы всегда узнавали что-то новое и полезное. Так уж повелось, что под конец года в декабре каждый подводит итоги. И мы тоже решили обернуться назад и посмотреть, как же для нас прошел этот год. По правоприменительной деятельности управлением ГИБДД по республике Саха-Яхутия, всего сотрудникам ГИБДД было выявлено за текущий год 495 469 административных правонарушений. Из них инспекторами ДПС было выявлено 283 514 административных правонарушений. Там основным направлением ДПС является недопущение дорожно-транспортных происшествий, где нашими сотрудниками выявляются такие грубые нарушения, как управление в состоянии алкогольного опьянения. Так у нас в текущем году всего выявлено 5491 административных правонарушений водителями, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. И также нашими инспекторами ДПС проводится работа по выявлению преступлений. Это у нас кражи, угоны, состояние наркотического опьянения. Так у нас в текущем году всего выявлено 781 преступлений по республике Саха-Яхутия. И также у нас имеется положительный опыт по проведению рейдовых мероприятий по республике Саха-Яхутия, где нашими инспекторами проводится работа доведения до населения о состоянии дорожной обстановки по республике. И есть такие моменты, где наши инспекторы помогают гражданам, у которых, например, на федеральной трассе ломаются транспортные средства. В текущем году сотрудниками подразделений госавтоинспекции подготовлено около 6000 публикаций, сообщений и выступлений в средствах массовой информации для печати, радио, телевидения, сети, интернет. Мы рассказывали о состоянии аварийности, мерах, принимаемых госавтоинспекцией для ее снижения, проводимых мероприятиях, разъясняли законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, давали рекомендации и советы. Сотрудники госавтоинспекции провели в текущем году более 3000 занятий, лекций, бесед в школах, в детских садах, колледжах и вузах, на предприятиях и в организациях с различными категориями участников дорожного движения. Провели 700 информационно-пропагандистских мероприятий, акций, конкурсов и соревнований. Несмотря на сложную обстановку, нам удалось в текущем году провести в очном формате 24-ю профильную смену юных инспекторов движения Малая Академия Дорожных Наук. В этом году были открыты два новых специализированных класса ЮИД. Созданы три ресурсных центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Наши активисты-юидовцы приняли участие в профильной смене во Всероссийском детском центре «Орленок». Ведется планомерная работа по созданию в Республике регионального отделения Всероссийской детской общественной организации юных инспекторов движения. И в следующем году мы продолжим информационную, просветительскую работу среди различных категорий участников дорожного движения в целях предупреждения аварийности, снижения смертности от ДТП и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. По результатам исполнения Федерального государственного надзора за эксплуатационным состоянием дорог на территории Республики за 10 месяцев текущего года установлено порядка 3800 дорожных знаков, 5 километров пешеходного ограждения, 152 километров удерживающего барьерного ограждения, 24,5 километров стационарного уличного освещения, а также приведено в нормативное состояние порядка 980 километров автомобильных дорог и уличной дорожной сети населенных пунктов. Нанесено более полутора тысяч горизонтальной дорожной разметки, в том числе обустроено 8 искусственных дорожных неровностей вблизи детских учреждений. Кроме того, до конца года планируется закончить работы по капитальному ремонту на территориях города Якутск. По межрайонным пассажирским перевозкам регулярно ведутся совместные рейдовые мероприятия совместно с Ространственным надзором и Министерством транспорта Российской Федерации. За текущий год совместно выявлено 122 административных правонарушений литационных требований. За нарушение правил оказания услуг не отвечающим безопасности по статье 204 УК РФ в Мировой суд направлено 11 материалов. В органы дознания передано 11 дел по признакам преступления, предусматривающих статью 327 УК РФ. Это подделка диагностической карты. Регулярно инспекторами на дороге ведутся профилактические беседы с перевозчиками, оказывающие услуги по перевозке межрайонным транспортом. В результате принятыми мерами сокращено три основных показателя аварийности по республике. По итогам 11 месяцев текущего года в республике отмечается снижение основных показателей аварийности. Так, количество ДТП отмечается снижение на 3,4%, количество погибших в них лицам 26,1% и раненых на 2,3%. Таким образом, по 11 месяцам в республике зарегистрировано 633 ДТП, в которых, к сожалению, скончали 65 человек и 821 получили травмы различной степени тяжестики. С данными итогами предварительными республика в целом исполняет целевые показатели регионального составляющего Федерального проекта безопасности дорожного движения, согласно которой по итогам текущего года в республике не должно погибнуть 89 человек в дорожо-транспортных происшествиях. И по наименьшему уровню смертности с данными показательными республиками по всей России из 85 субъектов заняло 9 место по наименьшему уровню смертности. И по Дальневосточному федеральному округу второе место после Чикотского автономного округа. Основными причинами совершения дорожного транспортных происшествий с тяжкими последствиями, как и прежде, является несоблюдение скоростного режима, это выезды на полосу встречного движения, управление транспортными средствами без специального права на управление и управление с признаками опьянения. Благодаря принимаемым госавтоинспекцией мерами, совместно с заинтересованными организациями, удалось в целом снизить показатели дорожного транспортных происшествий с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Однако, хотелось бы отметить, что данная причина у нас все равно является основополагающей при совершении дорожного транспортных происшествий с тяжкими последствиями. За текущий год межрайонным отделом технического надзора и регистрационной и экзаменационной работы проведено 36,5 тысяч регистрационных действий, в том числе из этого количества через портал государственных услуг 18,5 тысяч. Выдано отделением технического надзора свидетельств СКТС 875 штук и выдано разрешение на перевозку опасных грузов около 1200, если быть точным, 1198 разрешения. Произведено осмотр транспортных средств 14 тысяч, также экзаменационным отделением проведено практически 31 тысяча экзаменов и выдано около 16 900 водительских удостоверений. Для улучшения обслуживания граждан нами в этом году оборудовано место для осмотра транспортных средств. В настоящий момент идет монтаж электричества, чтобы наши суровые климатические условия, в том числе в темное время суток, более качественно осматривать прибывающие к нам на регистрацию транспортные средства. Кроме того, в этом году установлен новый сервис управления электронной очередью во всем нашем подразделении, что в свою очередь тоже позволяет гражданам подходить в назначенное время и своевременно получать, не задерживаясь в нашем подразделении, госуслуги, которые им и необходимы. По итогам года сотрудники батальона Дорожно-простовая служба ГИБД МВД по Республике Якутии ежедневно несут службу на территории города Якутска и его пригородов в целях сохранения жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защиты их законных прав, интересов, предупреждения и пресечения преступлений, административных правонарушений в области дорожного движения. Кроме того, личным составом батальона ДПС ГИБД по Республике Якутия в целях оказания практической помощи подразделению ГИБД Республике Якутия в области обеспечения безопасности дорожения за текущий год осуществлено 25 командировок с использованием передвижных постов ДПС на базе автомашины КАМАЗ и патрульных автомашин. Всего за период командировок на федеральных и республиканских автомобильных дорогах выявлено 11 857 административных правонарушений. Из них за управление транспортным средством в состоянии алкогольного пьянения более 300, управление транспортным средством без водительского удостоверения 530 административных материалов. Также выявлено ряд преступлений по статье 260 «Незаконная вырубка леса» 2 факта. Также по статье 327 «Подделка документов» 20 фактов. Также выявлено изъятие золота 2 факта. Изъято 31 огнестрельное охотничье ружье без документов 424 патрона к ним. По итогам 11 месяцев 2021 года Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено более 310 тысяч постановлений на общую сумму более 254 миллионов. В настоящее время на территории республики находятся и расположены 154 комплекса автоматизированной фиксации. Из них в городе Якутске это 59 комплексов, в том числе 14 перекрестков в городе Якутске у нас обустроены стационарными камерами фиксации административных правонарушений. Значит, на региональных дорогах у нас расположено 19 комплексов автоматической фиксации. Региональные дороги такие как Рат-Нам, Рат-Умнас, Рат-Амга. На федеральных дорогах это 31 комплекс. Федеральные дороги Вилюй, Колыма и федеральная дорога Лена. В следующем году, в 2022 году, мы ожидаем поступления новых комплексов порядка 50, которые будут также фиксировать административные правонарушения по проезду на запрещающий сигнал светофора, неостановка транспортного средства у знака стоп-линия и также скорость. Кроме этого, мы планируем закупить комплексы фиксации административных правонарушений, которые будут способны фиксировать административные правонарушения за непристегивание ремней безопасности. Уважаемые участники дорожного движения, совсем скоро уйдет в историю очередной год. Он был непростым для нас всех. Сотрудники госавтоинспекции республики ежедневно нанесли свою службу на дорогах региона, без выходных и праздников, в любую погоду, жару и мороз. Отрадно, что нам в этом году удалось добиться главного – это снизить число погибших в дорожно-транспортных происшествиях людей. Это приоритетная задача, поставленная перед службой президентом и правительством Российской Федерации. Важнейший ключевой показатель реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные и качественные дороги». И хотя пока еще рано проводить окончательные итоги всего года, уже сейчас с уверенностью можно сказать, что на дорогах региона стало безопасней. К примеру, мы добили снижение количества пьяных автоаварий. Совместно с другими ведомствами продолжаем реализовывать мероприятия национального проекта «Безопасные и качественные дороги». И реализовывать мероприятия по строительству и реконструкции автодорог, расширению сети камер фото-видеофиксации нарушений, просветительскую информационную работу по безопасности дорожного движения, совершенствование дорожной инфраструктуры, оказание оперативной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и неотвратимости наказания за нарушение в сфере дорожного движения. В новом году нас ждет много работы. Все жители Якутии знают, что запланированы масштабные работы на дорогах региона. Кто-то сетует на пробки, затруднения в движении, но считаю, что эти временные сложности можно преодолеть и перетерпеть, чтобы движение по нашим дорогам стало более комфортным и безопасным. Будем и дальше развивать систему фото-видеофиксации. Практика показала, что такие комплексы помогают ликвидировать очаги аварийности, повышая дисциплинированность водителей. Продолжим также мы и выездные мероприятия с использованием передвижных постов ДПС по надзору за дорожным движением на федеральных и региональных дорогах. Уже сейчас все начинают готовиться к долгожданному празднику. Мы надеемся, что в этой предпраздничной суете вы не забудете о дорожной безопасности. Будь вы водителем или пешеходом, старайтесь учитывать погодные условия. В дальнюю поездку необходимо тщательно подготовить транспортное средство, утеплить, проверить техническое состояние, проверить шины на предмет соответствия погодным и климатическим условиям, обязательно укомплектовать транспортное средство аптечкой и огнетушителей. Конечно же, еще хотелось бы отметить, что водители и пассажиры транспортных средств должны быть всегда пристегнуты ремнями безопасности. Если среди пассажиров есть дети, то не забудьте про детское автокресло. Не превышайте скорость в условиях гололеда. Значительно увеличится тормозной путь. А в купе с ограниченными видимостью, в тумане это может закончиться плачевно. Ну и в праздники и в будни недопустимо управление транспортным средством в состоянии опьянения. Нетрезвый водитель – прямая угроза жизни и здоровья других участников. Пусть долгожданный праздник принесет в ваши дома благополучие и стабильность, подарит здоровье, счастье и успех, безопасных вам дорог и только счастливых поворотов. Уважаемые друзья, разрешите мне поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать вам всем здоровья, успехов, всего самого доброго. Особо хочу отметить наших ветеранов службы госавтоинспекции. Уважаемые друзья, поздравляю вас с наступающим годом. Год прошедший был знаменательный для нас, да не только для нас, для всего личного состава. 85 лет исполнилось нашей службой, службой госавтоинспекции России. За этот год проведено много мероприятий, посвященных этой дате юбилейной. Поблагодарить вас за участие в проведении этих мероприятий. Пожелать вам еще раз самого доброго здоровья. Каждый выпуск мы звали к себе известных личностей. И они в студии, и вы, дорогие телезрители по ту сторону экранов, освежали себе знания правил дорожного движения. Большую благодарность мы выражаем нашим экспертам, которые давали оценку нашим гостям. Наталье Волковой, преподавателю автошколы номер один. И Егору Никифорову, преподавателю учебного центра «Фаворит». И тогда мы тоже выделяли для себя самое главное. Нужно быть бдительными и внимательными на дорогах. Дорогие друзья, вы все знаете, что бытует такая поговорка. Правила дорожного движения, они написаны кровью. Имеется в виду, что любое нарушение этих правил может привести к непоправимым последствиям. Поэтому при обучении в автошколе будьте особенно внимательны. Запоминайте все, потому что все это вам может пригодиться. Я понимаю, что у нас в городе наши дорожные условия не всегда соответствуют тем примерам, которые приводятся в задачах по ПДД. Но, тем не менее, нужно всегда помнить о правилах и всегда их соблюдать. Желаю, чтобы все соблюдали правила дорожного движения. Пристегивайтесь. И в связи с эпидемиологической ситуацией тоже просим носить маски. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Хотелось бы пожелать участникам движения на дороге, водителям, пешеходам, велосипедистам, всем быть осведомленными о правилах дорожного движения и не нарушать их. Дорогие друзья, самое главное правило на всех дорогах общего пользования – это все равны и взаимоуважение. Вот только тогда, мне кажется, заметно снизится количество ДТП и так далее. Я желаю вам, дорогие зрители, чтобы вы в обязательном порядке учли все правила дорожного движения. Дорогие участники дорожного движения, и водители, и пешеходы, призываю вас тоже уважать друг друга на дороге и соблюдать правила дорожного движения. Ну что, друзья, этот тест показал, что, несмотря на опыт, кажется, нужно иногда просматривать правила ПДД, но в первую очередь хотелось бы пожелать всем водителям безопасной езды, быть взаимно вежливыми на улицах нашего города и не только, ну и, конечно, удачи на дорогах. Спасибо. Спасибо. Действительно, давайте, друзья, все соблюдать правила дорожного движения, независимо, это водитель или пешеход, наше здоровье ценно для каждого из нас. Давайте соблюдать ПДД. Всем спасибо. До свидания. Это был финальный выпуск нашей передачи в этом году. Как обычно, желаем вам здоровья, счастья, бдительности и внимательности на дорогах. Желаем вам ровных дорог и до встречи в новом 2022 году. Ну и что, что жизнь окрашена серыми буднями? И идешь ты перекатами, тропами трудными. И пускай не ловишь звезд с небес, но в себя веришь ты. Не в поддельный делу интерес видят все, знаешь ты. Да, кругом полно опасности, черствости, наглости. Но находишь в черноте такой, и ты свои радости. Благороден и почетен твой непростой тяжкий труд. И к кому стучится в дверь беда, те тебя всюду ждут. Сегодня праздник у тебя, и ты сидишь в кругу друзей, коллег, товарищей своих. Жены, любимой, и детей трудился. Не жалея сил по праву можешь отдохнуть, Но завтра снова ждет тебя нелегкий путь. И в такой момент торжественный хочется пожелать, Чтобы на пути на жизни нам ты бы мог устоять. Не вступать на сделку с совестью, честь роняя свою. Быть достойным уважения, быть примером в строю. Сегодня праздник у тебя, и ты сидишь в кругу друзей, коллег, Товарищей своих, жены, любимой, и детей трудился. Не жалея сил по праву можешь отдохнуть, Но завтра снова ждет тебя нелегкий путь. Сегодня праздник у тебя, и ты сидишь в кругу друзей, Коллег, товарищей своих, жены, любимой, и детей трудился. Не жалея сил по праву можешь отдохнуть, Но завтра снова ждет тебя нелегкий путь. Но завтра снова ждет тебя нелегкий путь. Но завтра снова ждет тебя нелегкий путь.